У Халпака довольно богатая история. Расскажите, пожалуйста, когда и как появился этот головной убор? История уходит, вы знаете, в далекие времена. Сейчас только до нас дошло то, что Халпак ввели из войлока для того, чтобы защитить, честно говоря, голову. Для того, чтобы создать такой головной убор, который был бы легким, теплым и удобным. Наши предки придавали большое значение символам. Вот скажите, пожалуйста, какой символ несет себя Халпак и узоры на нем? Это национальный головной убор, который символизирует, я так думаю, что мудрость народа, чистоту его и патриотизм. Детям одевали простой Халпак, беленький, маленький. Потом, когда он взрослел, там начали делать узоры, цвет уже подбирать. Вот, например, зеленый цвет – это для детей до 16 лет. Синий узор после 16 лет, когда уже человек взрослеет, становится джигитом и так далее. Ну, коричневый – это есть, когда уже он становится мужчиной где-то лет 50, до 50 лет. А уже черные цвета – это для сахалов, которые уже преодолели 60-летний рубеж. Говорят, что для того, чтобы жениться, молодой человек мог прийти в соседнее село в Красном Колпаке. Да, вот эта красная черта означала, что этот джигит еще не женат, не обременен семьей. Он приезжает в гости и уже по вот этому рисунку, по красной черте на Колпаке определяет, что этот человек не женат, ну, имеет, как бы, намерение жениться. И поэтому все окружающие делали все возможное, там, ну, показывали девушек, вот она нравится или нет, ну, чтобы он мог выбрать из себя супружескую пару на всю жизнь. Вот в современном обществе Колпак поменял свой символ? Или это стало частью моды, может быть? Вот сейчас такой момент, что Колпак более становится модным. Почему? Вот сейчас молодежь начала уже носить, правильно, да? Она, может быть, это веление моды, но в то же время они немножко почувствовали, может быть, чувство, что это наше родное, правильно, да? Передающее от отцов, дедов, значит, его надо как-то носить и уважать, и поднимать его престиж. Вот вы говорите, что популярность Колпака растет, растет вместе с тем и патриотизм кыргызов, но, тем не менее, сейчас предлагают ужесточить наказание за неправильное ношение Колпака, использование Колпака. Как вы считаете, так ли необходима эта мера? Это не рабочая форма, как на даче, сейчас же одевают и на дачу, и в бане, и кое-где, да, так будем говорить, увеселительные меры, учреждения, рестораны, это не должно быть такого. Колпак, он символизирует только чистоту, и где надо носить, это только на таких мероприятиях, в государственном уровне, официальном уровне. Это уже, я думаю, придаст более высокий статус Колпаку. Спасибо вам большое за развернутое и интересное интервью. А с вами был Марат Ахматов, Убандашмек Мамытов, телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова